Эйо, мне тут Егор и группа советовал, Амори называется. Сказал он, что в ней ты путешествуешь по невероятному миру грез, который наполнен красочными персонажами и приключ- Главного героя зовут Амори, и он со своими лучшими друзьями отправляется на поиски их пропавшего дру- Смогут ли Амори и его друзья отыскать Бейсила? С какими сложностями они столкнутся? И почему же Бейсил пропа- Обосрался? Не беспокойся, ты уже не первый. Вот, чистые штаны там, а пока ты их переодеваешь, я начну свой рассказ про игру Амори, которая, в отличие от других известных проектов на РПЖ Майкере, вышла зимой 21-го года. То бишь, игрушка прямо-таки совсем свежая, прямиком из печи Омакэт. Однако, чтобы выдать Амори, Омакэт и её крю работали, начиная с 2014-го года. Но из-за личных проблем разработка, мягко говоря, затянулась. Семь лет. Именно столько убили на разработку Амори. А началось всё с простых скетчей Хики, дрочащего в белом пространстве, которые чуть позже превратились в полноценный комикс, который, в свою очередь, перерос в формат игры. Но, поскольку разрабатывать игры дело не самое дешёвое, разрабы забабахали сбор средств на Кикстартере, и тот был настолько успешный, что вместо желаемых 22 кэсов вечно зелёных, они собрали чуть больше 200 тысяч. Ну, оно и понятно, ведь на самой странице Кикстартера лежит первый трейлер Амори, который лично я считаю одним из лучших трейлеров для инди-игр, которые когда-либо существовали. Яркий и необычный арт-стайл самой Омакэт в совокупности с треком Май Тайм, который натурально пробирает до мурашек... Дать бы тебе его послушать, но... Там копирайт и всё такое, хотя бы по-обмене... В общем, да, советую глянуть этот трейлер, так как по факту все остальные трейлеры Амори, которые выходили после него, дерьмо. А что там вообще ждали эти самые 7 лет? Давай начнём по порядку. Завязка игры. Начинается всё в белом пространстве, A.K. White Space, посередине которого лежит главный герой, имя которого Амори. Амори. Хики-к... Хики-каму... Амори... Хм... В белом пространстве есть всё, что требуется для комфорта. Компик, в котором указано, чем Амори занимался в последние дни, код, скетчбук и салфетки, которые Амори использует, чтобы вытирать свои слёзки и по ночам думать об Обри. Помимо этого, в белом пространстве находится странная чёрная лампочка, красные руки, которые возвращают Амори обратно в центр белого пространства, и... дверь. Поскольку иных вариантов не наблюдается, остаётся лишь открыть дверь, за которой Амори ждёт красочный мир, будто нарисованный красками, и в то же мгновение его встречают его лучшие друзья, Кел, Хиро и Обри, которая, судя по изначальным артам, должна была бегать в майке и труханах. Кел – озорной, гиперактивный малолетний дебил, который всегда на позитиве. Хиро – старший брат Келла, который любит готовить печенюхи и всегда подставит своё плечо в сложной ситуации, а также бой-баба Обри, главными особенностями которой являются крепкая бита и отсутствие хентай-артов. Вся компашка микрочудищ вылезает из-под дерева и направляется на поляну, где их уже ждут Мари и Бразил. Мари – это старшая сестрёнка Амори, лучшая девочка, а также вайфу Хиро, из-за чего молодой будет неловко подкатывать к Мари на протяжении игры. Но из-за тотального игнора с её стороны, шотта мальчика заграбастает акульной папочкой, а я как бы, ну и не против. Бразил же, тьфу ты, блять, Бейзил – это такой сойбой, который любит своих друзей, цветы и фотографировать. Фотографии из его альбома, кстати, являются довольно важной частью основного сюжета игры, так что подробнее о них поговорим в спойлерной части видео. Сейчас же давай поговорим за арт-стайл, боевую систему и прочие штуки, которые ты мог бы и сам узнать, скачав игру. Итак, противники и боевая система. В основном из противников в игре представлены всякие зайчики, репки, паучки, планеты, и прочие достаточно безобидные существа, которых Амори со своей компашкой лихо одолевает. Боевая система из себя представляет пошаговую драчильню, как и в других играх на РПЖ-мейкере, но с дополнительным колоритом в виде системы эмоций. У каждого юнита во время боя есть четыре основных состояния. Нейтральное, счастливое, грустное и злое. Состояния эти дают как бафы, так и дебафы. Ну, кроме нейтрального. Нейтральное не дает ничего. Злое состояние повышает атаку, но понижает защиту. Грустное состояние повышает защиту, но понижает скорость. А веселое состояние повышает удачу и скорость, но понижает хитрейт. Однако даже тут все не так просто. Приколямба заключается в том, что состояния работают по принципу камень-ножницы-бумага. То бишь, злое состояние всегда будет сильнее грустного, грустное будет сильнее веселого, а веселое будет сильнее злого. Благодаря этим особенностям можно хоть чуток разнообразить рутинный геноцид зайчиков, охотятся на которых, тебя отправляет Адольф Листик. Этот больной ублюдок буквально ненавидит всех зайчиков и готов платить за их истребление. А я... я и не против, личные шекели на дороге не валяются, так что... Это бизнес, ничего личного. Помимо этого, состояния могут стакаться до двух раз на друзьях и противников Аморе, и до трех раз на боссах и самом Аморе. Что бы это могло значить? Стакнутые на юнитах эмоции увеличивают бафы и дебафы поверх прошлых стаков, хотя, думаю, это и так очевидно. Также во время обычных атак главные герои могут взаимодействовать друг с другом, будь то пас меча от Кела, печенюха Хиро или неловкий взгляд обрех. Дайте мне забрать эту булочку себе. Каждый из главных героев имеет свои черты характера и особенности, благодаря чему они взаимодействуют между собой, будь то простой диалог, какие-то подъебки или же совместные приемы, так как химия между персонажами прослеживается не только в сюжетной, но и в геймплейной части, что доставляет дополнительные рофлы, так как та же Обри постоянно имеет терки с келлом, из-за чего их взаимодействие во время боя злит Обри. И вы только посмотрите на эту мордашку. Черты характера отражаются даже в способностях, которые персонажи используют. К примеру, Аморе, будучи ZX Dead Inside, в основном использует скиллы, которые взаимодействуют с грустью, может расстроить союзника или противника, а если сам станет грустным, то получит буст к некоторым другим способностям. Келл, будучи гиперактивным ебалаем, способен раздражать одним своим присутствием. Хиро, будучи голосом разума в компашке малолетних, в основном хилит и возвращает эмоции к нормальному состоянию. А Обри это... В общем, да, Обри дарит людям радость. Так, о чем я еще рассказать должен был? Не, братан, пока не до тебя. Там еще расходники есть. Много про них не расскажешь. Просто различные приколямбы, которые хилят здоровье, либо местный аналог маны. Есть расходники, которые позволяют нанести урон противникам, либо изменить их эмоции. Волшебный джем, который воскрешает союзников, так как вместо того, чтобы умереть, они превращаются в тост. И ты намазываешь на них джем, чтобы воскресить... Ну, в принципе, логично. На самом деле, превращение персонажей в тосты обосновано непереводимой игрой слов. Би тостат. Если попытаться адаптировать, то получится что-то наподобие вымотаться. А арт-стайл? Ты только посмотри на все эти спрайты, нарисованные будто карандашом. Не могу сказать, что не видел подобного ранее, но чтобы так стильно и в то же время уместно, на моей памяти такое впервые. Ой, я сказал уместно? Возможно, нужно чуток про сюжет рассказать, чтобы ты понял, о чем я. И давай сразу уясним. Все спойлеры, которые я дальше тебе расскажу, авторы и сами раскрыли в трейлерах и описании игры на Кикстартере. Так что без выебонов. Перед тем, как перейти к настоящим спойлерам, я сделаю предупреждение. По сюжету, после пикника с Мари, Бразил ведет своих друзей к себе на хатку, чтобы показать новые растения, которые он посадил. Бразил делает милую фотографию всей компашки перед своим домом, но из-за неосторожности Обри и Кела фотографии из альбома падают на землю. А Мари с друзьями заходит домой к Василию, чтобы собрать все фотографии обратно в альбом. Но что-то странное происходит. Безил находит фотографию, которой изначально не было в его альбоме. И на этой фотографии он видит... Перед тобой лежит ребенок, сильно смахивающий на Аморе. Каноничное его имя Санни, так что таким я, пожалуй, его и оставлю. Все действия, что я тебе описывал ранее, происходили внутри его сна. А сам Санни – это зашуганный подросток, который имеет уйму страхов и комплексов, выраженных в виде A-something, от которого не получится сбежать. Да, как выясняется, помимо основных четырех эмоциональных состояний присутствует и пятое – страх. Будь то страх высоты, пауков или плавания, все эти страхи будут преследовать главного героя на протяжении всей игры. И каждый раз Санек должен будет найти новый способ побороть свой страх. Но как побороть то, чему ты не способен нанести урон? Как побороть себя? Остается только принять страх и найти способ успокоиться. Так а море эта игра при преодолении своих страхов? Не совсем. Я ранее упоминал, что карандашная рисовка уместна для этой игры. И да, ведь такая рисовка присуща исключительно миру снов Санни, который дико контрастирует с тем, что мы видим в реальном мире. Если настоящий Санни является забитым хиканом, который в одиночку пытается побороть свои страхи, то в мире снов его ждут невероятные приключения со своими друзьями. В мире снов нету ничего страшного, он красочный и приятный, созданный специально, чтобы Санни мог укрыться от неприятного суациума. То есть, а море эта игра про эскапизм? Ты дашь мне мысль закончить? Так вот, у нас есть два мира. Мир реальный и мир снов. По мере игры ты будешь периодически оказываться в обоих из миров и... Так, погоди. Где Бразил? Блять, из-за того, что ты меня отвлек, я проебал Бразила. Ну и где мне искать эту суку? Остается лишь одно. Отправиться в путешествие по миру снов Санька в личине Аморе, дабы отыскать Бразила. На пути тебя встретят множество красочных и интересных персонажей, препятствий, которые помогут обойти лишь твои друзья, а также сражения. Много сражений. Очень много сражений. Настолько много сражений, что я не понимаю, почему эту игру не сделали бродилкой по типу Юминики. Чтобы еще оттянуть момент, когда я начну бахать спойлерами, давай поговорим о основных проблемах игры. В первую очередь, это боевка. Помнишь, как я говорил, как круто все персонажи взаимодействуют между собой и проявляют свой характер почти в каждом скелле? Так вот, эти проявления очень, очень медленные. Давай дадим Обри посмотреть на Аморе, что по факту является двойной тычкой, а в это время Несса Зорсбаунда покастует свои скиллы вот здесь вот сбоку. Давай-давай. Один. Два. Три. Четыре. Обри одной обилкой занимают столько же времени, сколько четыре скилла Несса. А я специально выбрал игру с не самыми быстрыми анимациями. Спасибо, что это не покемоны, в которых анимации вообще секундные. Этот скилл Обри был одним из основных в моей стратегии ведения боя, так что половину битв я тупо сидел в телефоне, пока детки на экране занимались адским флиртом. Я уверен, что из 20 часов геймплея минимум пара часов ушли исключительно на анимации в битвах, настолько медленными они ощущаются. Ты не ослышался. Двадцати часов. И если два часа из них это боевые анимации, то еще около десяти это обязательные сайт-квесты, которые особо не влияют на основной сюжет, а именно поиски Бразила, но при этом занимают настолько много времени, что ты просто начинаешь забывать о том, зачем ты вообще находишься на той или иной локации. Но нельзя забывать о битвахе Плутона. И, лядь, ты только посмотри на эти баночки. Кел, а ну-ка покажи свои. Сюжетная линия мира снов и реального мира идут параллельно. Оказывается, что Санни через три дня переезжает из своего родного Залупинска, и Кел, будучи единственным оставшимся человеком, которому не похуй на Санни, пытается вытащить его погулять напоследок, как в старые добрые. Тебе, конечно, предоставляется выбор не открывать дверь, но кого ты обманываешь, ты всё равно откроешь её и... Маленький хикомальчик, ты идёшь со мной. Да, 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 так определённо лучше. Санни почти не контактировал с внешним миром на протяжении последних четырёх лет, из-за чего стал Трули-Зи-Экси Дэд-Инсайдом, в голове которого даже образы друзей остались на уровне 12-летних детей, в то время как в настоящем мире его друзья, так скажем, повзрослели. Кел зовёт Санька погулять, как в старые добрые, и во время прогулки ты подмечаешь детальки, которые уже мог где-то видеть. Шайтан-кот на детской площадке, баба, которая сильно смахивает на свитхард, и... нет. Что они с тобой сделали? Спейс Бойфром зачем? ЗАЧЕМ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ ЕГО В ГАРТОНКУ?! Прогуливаясь по городу дальше, Санёк и Кел замечают Бразила, которого булят малолетние, а среди местной гопоты оказывается... Обри. Обри из милой девочки превратилась в голову банды хулиганов, которые травят Бразила. Но я как бы и не против, так-так... А шо, что там по артам? Как бы я хотел, чтобы она меня забулила этой битой. Госвгдэ! Кел с Саньком, конечно, заступаются за Бразила, и начинается битва, противником в которой выступает Обри. И я ранее в видео не затрагивал тему музыки, она клёвая, всё такое, но конкретно этот трек... Ух, как будто лично Егор Летов вернулся из Сибири, покрасил волосы в розовый, после чего начал лобать на электрогитаре Урал. Ой. Я, кажется, пырнул Обри ножом, который всё это время был закреплён в качестве оружия у Санни. Неловко вышло. Этот момент даёт тебе понять, что в реальном мире не работают правила мира снов, и если пырнуть человека, ему будет больно. Вау. И подобные моменты будут выгодно работать в синергии с геймплеем. Чуть позже Санёк и Кел вновь встретят Обри, но уже... П-п-погоди. Всё, я как бы рассказал инфу, которая касается конкретно обзора игры, а из спойлеров затронул те, которые были показаны в трейлерах. Но дальше мы заходим на территорию конкретных таких спойлеров, которые я хочу, чтобы ты узнал сам. Хотя, если не хочешь проходить игру, то можешь смотреть дальше. Всё равно перед самым финалом я ещё один спойлер-алёрт добавлю, который, ну, прям... Прям совсем финал. Оставляй комментик, либо несколько комментиков, ставь лайк, залетай к нам на канал в Дискорд, а также вот на всякий случай тайм-код с моментом, где я перехожу к заключению по игре. После того, как Келл и Санёк помогли Бразилу, они идут в церковь искать Обри, дабы вернуть фотоальбом, который она спиздила у Бразила. Обри они находят, после чего происходит очень интересный диалог. Продолжение следует... С этой информацией начинается новая драка с Обри. Однако, напомню, всё это происходит в церкви, где есть и другие люди. Зная контекст, сцену в церкви вообще можно назвать одним из самых эмоциональных моментов в игре. Прихожане начинают реагировать на происходящее и перешёптываться, осуждая Обри за её цвет волос, которые она покрасила в памяти Марии, за то, что она притащила биту в церкви, хотя эту биту она носит просто для того, чтобы казаться хулиганкой и по факту за всю игру её так ни разу и не используют, припоминая её неполную семью, в распаде которой, я уверен, сама Обри не виновата, может показаться, что я начинаю защищать Обри и да, я её защищаю. Знал бы ты, как всё плохо на самом деле. Не выдержав напора, Обри убегает, после чего есть возможность пройти на кладбище, на котором есть могила Марии. Она действительно мертва, причём ушла из жизни она по собственной воле, совершив самоубийство. На этой же могиле можно узнать, что Хиро долго не мог отойти от её смерти, как и остальные друзья Сани, ибо Мари любили все, и такой пируэт с её стороны мощно ударил по всему её окружению. Именно поэтому Сани заперся у себя дома, именно поэтому Обри отстранилась от их компашки, и именно поэтому Бразил стал ещё более зашуганным, чем был раньше. Однако тот же Хиро смог оправиться от потери, и когда ты видишь его вживую, то перед тобой предстаёт... Ой... Мама... Да, пожалуй, так лучше. Так, о чём это я? Ах, да, преодоление травм. Ну, смотри, Келл может показаться малолетним опездолом, которого вообще не затронул самовыпил старшей сестры его друга, но это не так. Молодой просто ушёл в спорт, благодаря чему смог отвлечься, ибо он просто не знает, как ещё выплеснуть стресс, связанный с этой ситуацией. Но ты сам понимаешь, что если Келл и Хиро смогли как-то оправиться от смерти Мари, то вот Санни, Обри и Бейсил... Кстати, про Бейсила. Обри около своего дома выкидывает альбом с фотографиями, и Келл с Санни относят его к Бейсилу. Мило беседуют и замечают, что некоторых фотографий не хватает. После этого Бразил, Келл и Санни в дружеском кругу садятся ужинать, но Бразил ведёт себя как-то подозрительно. Ой, а куда это пошёл Бейсил? Do you want to build a snowman? А, блять, тут открыто. Ну нахуй, 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 ну нахуй. Фух. Собственно, с этого момента достаточно трипово смотреть на друзей из сна, и в частности на Мари, которая как ни в чём не бывало сидит у чекпоинта и ждёт главного героя. Потихоньку начинаешь понимать, почему Санёк закрылся от социума в своём собственном мирке. Но если Бейзил из реального мира в порядке, то почему пропал Бразил из мира снов? Блять, я же искал его! Вновь отправляемся на поиски Бразила. На пути тебя ждёт конфетное королевство во главе с бабой, которую в оригинале зовут Свитхард, но я буду называть её Дорогуша. Она пытается поженить на себе Хиро, но тот отказывается по причине Мари лучшая девочка. Дорогуша запирает компашку в подземелье, но друзья выбираются по причине сила дружбы. После чего начинается дрочь с обязательными второстепенными квестами, которые, как по мне, больше подходят для Parable Plays. Да, персонажи, сами сайт-квесты и локация рофильные, но во время прохождения мне хотелось как можно быстрее набить ебало Дорогуши. И такая возможность предоставляется. Я уже говорил, насколько в этой игре долбят за главные темы боссов, ну вот послушай. В реальном мире тем временем продолжают булить Бразила. Саня устраивает Нанкин местной гопоте при помощи перцовки, но Обри в порыве ярости случайно сталкивает Бразила в воду, после чего за ним прыгает Санек, который дико боится воды, между прочим, долбоёпанными словами. И в итоге обоих малолетних спасает Хиро, без появления которого в семье Сани стало бы на одному самоубийцу больше. Бразил после водных процедур чувствует себя не очень хорошо, так что игнорируя Обри, Хиро, Келл и Санек несут его домой, ещё немного гуляют по городу, и Хиро предлагает остаться у Санька с ночёвкой, а Санёк как бы и не против. Ой, друзья пропали. Опа, Мари нашлась? Не нашлась. Опа, Келл. А, так они просто устроились на работу и исчезли из жизни Амори. Понимаю, понимаю, у меня такая же хуйня в жизни происходит. Тут же и остальные микрочелики с детской площадки, да ещё и Хиро, у которого теперь есть папочка-акула. Ммм, интересно, что он с ним делает вне рабочего времени. О-о-о, Плутон! Опа, Кит, внутри которого целая лаборатория, и... Что мы вообще делаем? Чем вообще всё это время занимались Амори и его друзья? Я имею в виду, они вроде как искали Бейзела, но в то же время постоянно отвлекались на что-то другое. Настолько долго отвлекались, что друзья Амори в принципе начали забывать, как выглядит Бейзел. Помимо этого, по мере пути Амори собирал буквы из своей клавиатуры, которая разбилась после пропажи Бейзела. И с подбором каждой новой буквы Амори видел нечто странное. Нечто, что контрастировало с общим тоном мира снов, и окружение в этих местах всегда было... чёрное. И вот, когда ты соберёшь все буквы, они составят предложение. Welcome to Black Space. Всё это время в личине Амори ты путешествовал по так называемому Head Space, проход в который лежит через White Space. Head Space — это место, в котором Амори защищён от неприятных мыслей и воспоминаний. Даже Мари в этом мире жива, но... куда в таком случае отправляется всё неприятное? Собственно, вот и ответ. Black Space — подсознание Санни. Место это, так же как и White Space, является переходом. Однако, вместо того, чтобы попасть в Head Space, Амори попадает в отдельные участки своего собственного подсознания. Но, как по мне, один из самых интересных моментов заключается в том, что переходом в Black Space становится принятие смерти Мари... Она буквально превращается в дверь, будто отпирая замок от подсознания, внутри которого творится мишанина из чувств, воспоминаний, мыслей, комплексов, страхов и... Базил всё это время был тут. Эх ты, проказник, я всё-таки тебя нашёл! Правда, по какой-то причине Бразил в первый день напомнил Амори про то, что Мари уже нету в живых. Без контекста это было непонятно, однако чуть позже становится ясно, что Амори намеренно подавил эту попытку его подсознания вырваться наружу. И на самом деле, подсознание Санни на постоянной основе вырывается в Head Space, в том или ином виде, и основным проявлением главного страха Амори стало что-то. Этот глаз будет постоянно ошиваться где-то неподалёку и наблюдать. Тихо и незаметно. By the way, в Black Space много разных комнат, по которым одновременно интересно и жутковато бродить. Все они отличаются друг от друга, но неизменными остаются всего лишь три детали. Во всех комнатах нужно найти ключ. После нахождения ключа Амори вытягивают руки, возвращающие его в середину Black Space, и в каждой комнате, в которой ты находишь Бейсила, он умирает. Собрав достаточно ключей, ты можешь открыть дверь, которая ведёт к церкви, где Амори видит Бейсила, окутанного чем-то. Сзади подходит фигура, за которой Амори гнался половину игры, и обращаясь к Санни, говорит, что он слишком долго убегал от правды, но настало время столкнуться с ней вместе. После этих слов Амори забирает контроль над собой и убивает Бейсила. Теперь ты не имеешь контроля над Амори. Санни просыпается и слышит мелодию на фортепиано. Спускается посмотреть и видит Мари, которая играет в вальс, после чего начинает извиняться перед Санни за то, что заставляло его заниматься музыкой, несмотря на то, что сам он этого не хотел. Извиняется за то, что слишком сильно на него давила, за то, что заставляла повторить одну и ту же мелодию раз за разом. Она извиняется за то, что хотела быть идеальной, и жалеет о том, что им так и не удалось сыграть на последнем концерте дуэтом. После чего Мари спрашивает, не хочет ли Санни сыграть вместе с ней сейчас? Да ты охуел! Такая чувственная сцена, текст, музыка, эмоции, я пока это читал, слезку пустить умудрился, и ты прерываешь ее своим паскудным стуком. У тебя вообще есть чувство такта или хоть минимальное сочувствие? А, точно. Мари же видел только Санни, и со стороны это выглядело, будто он стоит и пялится на фортепиано посреди ночи. Неловко вышло. Ах ты, шалунишка! Так ты хотел порыдать над фортепиано, ты пьяна, на котором играла твоя вайфу. Понятно, понятно, не будь ты таким горячим, я б тебе под дверь насрал. Поскольку комната с пианино занята, остается только лечь в постельку. Но в мир снов Санни больше не попадет. Наутро узнается, что у Обри случился ментал-брейкдаун, и она заперлась у себя дома, никого не впуская. Санни со своими друзьями отправляется к ее дому, и видит там толпу обрыганов, которые не могут потянуть за ручку двери, дабы обнаружить, что дверь все это время была не заперта. А внутри... Разруха, горы мусора, мать, не реагирующая на то, что к ней домой зашли какие-то опездолы, а также Обри, которая все это время сидела в глубине этого дома на чердаке. Из-за того, что Обри вчера задинамили, она впала в режим «Вы не понимаете, это другое!» Однако, прояснив недопонимание, наконец-то все возвращается в нормальное русло. Хира собирает фотографии, которые Обри забрала из альбома Бразила, после чего вся компашка в полном сборе, словно в мире снов, начинают просматривать старые фотографии. И насколько же это здорово! Все фотографии и подписи к ним сходятся в единое повествование, и просматривая их, ты ловишь приятный вайб, который я вряд ли смогу описать, так что надеюсь, ты сам его прочувствовал, проходя игру. Но одной фотографии все еще не хватает, так что в ее поисках молодые отправляются в домик на дереве, который они забросили в тот день, когда Мари совершила оясуми. Внутри домика все вещи лежат на своих местах, ровно так, как их оставили в тот самый день. Там же лежит и фотография, позади которой вместо обычного описания запечатленного момента, написано «Не забывай, это в ящике для игрушек, и приложен ключ». Криповато, но друзья все равно придаются ностальгии и вновь смотрят старые фотографии, во время чего вспоминают про Мари. И Обри, не выдерживая, выбегает из домика на дереве, прямиком к срубленному дереву, на котором Мари... Ну ты понял. Обри начинает извиняться за то, какой сукой была, и обосновывает это защитной реакцией на то, что все ее просто бросили. Хера занимался поступлением, Кел никогда особо с ней не дружил, а Санни заперся у себя дома и никому не отвечал. В результате чего, единственным человеком, который остался у Обри, был Бейсил. И вот с этого момента начинаются конкретные страшилки. Обри увидела Бразила, сидящего одного, предложила вместе сделать уроки у него дома, но... Бейсил вел себя как-то очень тихо и отрешенно. Всю дорогу домой молчал, а когда Обри попыталась с ним заговорить уже дома, Бразил сказал, что ему нужно в туалет. В это время Обри видит в шкафу фотоальбом Бейсила, который собирается открыть, чтобы вновь увидеть всех счастливыми, но когда она его открыла, все фотографии были закрашены маркером. Точнее, нет, не фотографии, а лицо Мари на этих самых фотографиях. И теперь просто поставь себя на место Обри. Ее друзья отдалились от нее и начали игнорировать ее, мать также не обращать на нее внимания, а отца нету в семье. И вот один из друзей, с которыми она попыталась вновь наладить контакт, закрашивает лицо ее лучшей подруги, которая для Обри была чуть ли не сестрой. Обри обратилась к ненависти и начала выпускать злость на Бейсиле. Забрала у него альбом, начала называть его странным и теперь раскаивается. Сейчас я перестаю пересказывать слова персонажей, ибо мой голос помешает вайбу сцены. Если кто не может в английский, я добавлю субтитры. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Прояснив недопонимание, остается лишь разобраться с Бейсилом, так что герои идут к нему домой, хотя я перед этим еще разок заглянул на кладбище, где лежат мари, дабы почитать мысли всех персонажей по этому поводу, и да, они скучают. Уже дома у Бейсила оказывается, что он заперся у себя в комнате, а поскольку Санни на следующий день уезжает из города, всей компашкой вы остаетесь ночевать в гостиной, дабы хотя бы попрощаться с ним. А вот и второй спойлер-алерт. Сейчас ты либо закрываешь это видео, либо ты уже прошел игру сам, так как дальше идут моменты, которые полностью меняют представление об увиденном ранее. Прошу тебя чисто по-человечески, испытай это сам, а не узнай из видосика на ютубе. Спасибо. На этот раз, попадая в Whitespace, ты не облачаешься во море. Теперь ты в личине Санни, а море просто стоит рядом и наблюдает. Единственное, что остается, это разбить лампочку. Далее, Санни вновь сражается со всеми страхами, которые он побеждал по мере истории. Все, кроме последнего. Перед Санни предстает образ висельника, который уже ранее встречался в Black Space. Как и с другими страхами, Санни успокаивается и попадает на тропинку, где находит лежащую черно-белую фотографию дерева. Проходя дальше, Санни встречает Бейсела, стоящего у дерева. Бейсел говорит, что правду о том дне сложно принять, но Санни должен оставаться сильным. Просит простить его и открывает проход под дерево, где и начинается постепенное открытие правды. Правды, которую Санни хотел забыть все эти годы. Санни медленно пробирается по своей памяти, собирая черно-белые фотографии, будто сделанные в спешке, и расставляет эти самые фотографии в правильной последовательности. Палата, в которой не дышит только один пациент. Длинная лестница из дома Санни, в конце которой лежит ком темных волос. Комната Санни с бездыханной девушкой, лежащей на кровати, рядом с которой стоит силуэт Бейсела, говорящей Санни, что все будет хорошо. Вахтовый зал, девушка с темными волосами, разбитая скрипка, комната с фотографией падающей девушки и, наконец-то, дерево с висельцей. Санни поднимается в комнату к Бейселу. Бейсел стоит лицом к окну. Оборачиваясь, он говорит, что рад видеть Санни. Что в тот день, он тоже приходил к Санни. В день, когда Мари умерла. Точнее, упала. Бейсел говорит, что Санни не делал этого. Он говорит, что Мари толкнула что-то позади Санни. И спустя столько времени, Санни все же вернулся к Бейселу. Однако завтра он уедет. Бейсел начинает говорить, будто это что-то окружает. И действительно, позади Санни было что-то. Как и вокруг Бейсела. Начинается битва, в ходе которой Бейсел протыкает глаз Санни садовыми ножницами. И главный герой падает без сознания. Просыпается Санни на улице города, пройдясь по которому, находит Мева, кота Мари, указывающего путь до дома, у входа которого стоит Бейсел. После короткого разговора пацаны обнимаются, и Санни заходит домой, где находит Мари, играющую на ее фортепиано. Мари говорит, мол, братан, ты много херни пережил за последние дни, однако все совершают ошибки, так что давай это самое. Не борщи и знай, что твоя старшая сестренка будет наблюдать за тобой. Наблюдать ровно столько, сколько ты будешь ее помнить. Понимаю, плакать хочется, однако слезки сдерживаем, так как теперь в доме появляется новая дверь, за которой лежит та самая коробка с игрушками. А внутри коробки лежит та самая, разбитая Санни скрипка с еще оставшимися на ней волосами Мари. И теперь, чтобы восстановить скрипку, Санни вновь должен пережить счастливые моменты, запечатленные Бейселом на его камеру. Домик на дереве, пляж, пикник у реки, дождливый день, день рождения Бейсела, Новый год. И в конце пути Санни будет ждать зал с Келлом Обри и Хира, подбадривающими его и говорящими о том, что он долгое время скрывал боли внутри себя, что он хороший человек и что в дальнейшем все будет лучше. После всех этих слов Санек поднимается на сцену, Обри говорит, что все его друзья в него верят, после чего Санни начинает исполнять свое соло на скрипке, предназначенное для дуэта с Мари. После исполнения Санни падает и оказывается в белом пространстве, где его уже ждет Амори. Начинается финальная битва и я не буду озвучивать слова, которые Амори во время нее адресует Санни. Просто переведу текстбоксы с ними, так как в первую очередь эта битва ощущается эмоциями. По мере игры мы видим мыслительный процесс Санни, как его я борется само с собой и кульминацией его битвы разума становится эта сцена. Санни всю игру пытался простить себя и его сознание помогало ему в этом, вкладывая добрые слова в уста его несуществующих друзей и сестры, которую он убил. Но за время, пока Санни уходил в отрицание, создалась альтернативная личность – Амори. Личность, которая любит Мари как никто другой и ненавидит Санни за то, что он сделал. Амори – это олицетворение всего времени, что Санни провел в мире снов, где совершенной им ошибки просто не существовало. Амори всеми силами старался сдерживать правду у себя в подсознании, не давай ей выбраться наружу, но… Он упустил одну деталь – Санни никогда бы не смог полностью забыть совершенное имя, так как имя своей альтернативной личности он дал в честь фортепиано, на котором играла Мари. Фортепиано под маркой Амори, без которого у Мари и Санни не получилось бы сыграть в дуэте. Фортепиано под маркой Амори Фортепиано под маркой Амори Фортепиано под маркой Амори Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему? Почему я играю в игры, после прохождения которых я чувствую себя как дерьмо? Боже, за что? Почему? Эммм... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кстати, про Мари и её смерть Те фотографии, которые Санёк собирал перед финальной битвой, также имеют надписи, которые описывают подходящие на них Однако, запрятное это дело в файлах игры И чтоб тебе не пришлось самому всё это искать На экране сейчас видны расшифровки Их ведь, блядь, переводить всех придётся, ёб твою мать Ссылку на пост с расшифровками я оставлю в описании под роликом, прям под ссылочкой на дискорд сервер Почитав их, становится понятно, что повесить Мари было именно идеей Базила, который хотел защитить своего лучшего друга и точно не возлюбленного от обвинений в убийстве сестры Мелкий психопат сделал из ужасной ситуации просто наихудшую и каким-то образом свои 12 лет умудрился подвесить бабу на дереве И при этом коммунити всё равно обожает его и называет его таким же беднягой, как Санни Ну, уверен, не был бы он милым счётом, и которого половина игроков, включая Амакат, хотят выиграть Его бы в разы чаще видели как злодея И при этом с этой мелкой личинкой дьявола в разы больше артов, чем с невинным ангелом Обре Это многое говорит о нашем социуме Так, шо ещё объяснить стоит? Не нужно же объяснять, что всё не из реального мира, это буквально Галюны Санни, которые до сих пор корит себя за произошедшее с Мари Нужно? Ну ладно А все монологи Мари, это буквально то, что Санни хотел услышать от неё В том числе, он хотел услышать от Мари прощения за их ссору Именно после того, как Мари говорит ему, что всегда будет его любить и никогда не желала ему зла Что-то исчезает То бишь, пацан больше не боится того, что злой призрак её сестры сожрёт его, если тот высунет ногу из-под одеяла На самом деле, вся ситуация с Санней музыкой была крайне неприятной У малого плохо получалось и на пианино, и на скрипке, но Мари всё продолжала настаивать на том, что у того получится и всё больше навязывала ему играть Будучи хорошим мальчиком, Санни никогда не говорил сестре напрямую, что в рот манал её музыку А та, будучи перфекционисткой, не понимала этих намёков Ну и в итоге, одной из самых трагичных фотографий в игре получается вот это Подарок на Новый Год Саньку На который вместе с Мари скинули все его друзья Ой-ой-ой Видос и так уже затянулся А я даже не упомянул, что в игре есть целый альтернативный рут Рут того самого Хики, который не открывал дверь Келу Этот рут происходит полностью в мире снов, в который Санёк погружается всё глубже, забивая на реальный мир Тот открывает дофига нового контента А какого? Пройди сам и узнай, вот тебе и причина отсыпать пару шекелей о макет Хоть тебе только что и рассказали весь основной сюжет А вообще, в Аморе так много редкой и скрытой фигни Что можно было бы сделать целый фильм, разбирая все интересные плюшки Всё-таки 7 лет разработки дают о себе знать Ну, а что насчёт финального вердикта? Аморе как игра довольно глубоко затронула меня И швая своей историей, своими темами детских травм и эскапизма Она одновременно заставляет и приуныть, и задуматься Может сонить своё детство, как неплохо было бы вернуться в него в мире грёз, по примеру Сани А у меня, к счастью, жизнь обошлась без инцидентов по типу случая с Мари Но под конец игры депресс он словил нехилый Вспоминая различные неприятные, да и приятные случаи из пиздючества Помню как с друзьями играл на детской площадке, ходил вместе с ними на пляж, ходил гулять в соседнем леске Помню как... как... как соседская девочка не поделилась со мной мармеладками Да и вообще, будьте фанатами Аморе Она хоть и крайне средняя в плане геймплея, заслуживает в разы большей фан-базы, особенно в СНГ Это правда очень красивая и трогательная игра, в которой на каждом шагу и в каждой нотке чувствуется любовь создателя Как сказал бы Швайгер, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, как долго вы нервно курили после финального дуэта Или как поживает ваше что-то Вон же оно, сзади Берегите себя и своих близких Кто досмотрел до сюда, спасибо Кто помогает каналу развиваться и поддерживает наше творчество, большое спасибо Ну а Сане, спокойной ночи